Слушай, а может подкаст некий-то позовём? Никогда не забуду, как я с ним первый раз в жизни нажрался. И он первый, кто мне сказал, что Дед Мороз не существует. Что-то я опять о грустном. Ну и чем вы тут занимаетесь? А чего постить-то? Я тоже помню, как я первый раз нажрался с Женьком. Это было очень весело. Я блевал. Потом пришёл Глеб пить чай с тортом. Женёк почему-то опять позвал дилетантов и не объяснил им, что подкаст не работает без кружочков и что нельзя текстом писать. Я сижу бухаю и мне вообще... Время 4 часа 20 минут. Я встречаю прекрасный закат. Вообще, я хотел сказать, что это рассвет, а не закат. Какой нахрен закат в 4 часа? Ты в Австралии, что ли? Смотрите, у меня есть здесь канистра питьевого спирта. И я пью её уже месяц. Мне очень хорошо. Наш подкаст ни в коем случае не призывает употребление алкоголя. В смысле? Не призывай! Что ты такое, не серьёзно? В подкасте, кажется, новый шоураннер. Что такое шоураннер? Я просто из деревни. Дурак, я из той же деревни. Мы с тобой вместе в школе учились. Шоураннер — это чувак, который ранит шоу. Извини, я просто в Англии живу. Я англицизмами только разговариваю теперь. Я прошу учесть тот факт, что через 4 часа начинается рабочий день. Придётся поставить будильник. Не проспать. Позже часу. Проснуться, включить ноутбук, подключиться по работе, сказать всем привет, начинаем работать и дальше идти спать. Я собираюсь действительно проснуться с утра к 9 часам. Почему вы надеваете кепки? Нашёл шапку, это нормально. У меня кепки нет просто. Ты сам меня позвал. Я ношу кепку, потому что я в Англии живу. Тут так люди делают. Женёк, а почему ты выходишь в эфир в халате? Ты вообще не боишься своего пса разбудить, который у тебя около камина там дремлет? Как связан пёс и халат? Его носят чуваки, которые живут в поместьях. И у них там огромные псы такие мохнатые. Они около каминов спят, потому что у них огромные камины. Ненавижу объяснять несмешные шутки. А зачем ты тогда шутишь несмешные шутки? Так, Женёк, могу я попросить тебя удалить этого человека? Никит, тут такое дело. Нельзя критиковать. Нет-нет-нет, ни в коем случае. Дело не во мне. В смысле, во мне, а не в тебе. Я просто из деревни. Ну что, я рад, что мы установили атмосферу дружбы и взаимопонимания в этом чате. Мне, кстати, нравится твой стиль. Такое чувство, что мы бомжа позвали в подкаст. Нет, ни в коем случае. Я не бомж. Я купил себе квартиру, но я просто веду такой аскетичный образ жизни. И на самом деле... У меня закончилась кола. Нужно будет помыться сегодня и сходить в магазин за колой. Иначе я больше не смогу бухать. А куда делся Женёк? Его съел пёс. Я буду форсировать эту шутку до конца. Ему неинтересно. Сочувствуем Женьку. Я думаю над шутками. Хватит лайк уже, задолбало. Вспомнил комикс, там был. Евкли Дженни и глупый Артур. Извините, у меня уши начали пузыриться. Я сниму. Что значит начали пузыриться уши? Что произойдёт с твоей кожей, если её очень сильно нагреть? Если кожа нагреть очень сильно, она обуглится. Женёк, удари, пожалуйста, эту человека из чата. Ну, у тебя просто шутка. Она не соответствует законам физики. Ну, правда. Я просто учился и не хотел тебя объяснить. Последнее видео очень похоже на интервью бомжа. Он такой говорит. Извини, пожалуйста, я просто учился. Серьёзно? Весь подкаст последний похож на подкаст с бомжом. Нужно же привнести какое-то разнообразие в ваше унылое хипстерство. Ну что ж, на этой ноте я предлагаю нам закончить этот тестовый выпуск. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики, рассказывайте друзьям. Пока! Деда Мороза нет. Меня только что разбудила пожарная сигнализация. Она призывала у меня покинуть помещение. Но у меня режим самоизоляции остался в кровати. То я встал, конечно, и сел. Надеюсь, я не сгорю. Никит, Никит. Нету, походу. Никита, не видели? Никита, не видели здесь? Никита! Что ты до Сани до...